В прямом эфире репортера новости в студии Алексей Майоров. Здравствуйте. Около пяти часов вечера на проспекте Шевченко возле дворца спорта водитель автомобиля Мерседес сбил 17-летнюю девушку, переходившую дорогу в неположенном месте. Пострадавшая доставлена в областную больницу с предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясения мозга. Также у девушки диагностировали перелом костей носа, травмы грудной клетки и ушек правого колена. Поздно ночью в Одессе на Элисаветинской горела двухкомнатная квартира в двухэтажном жилом доме. Спасателям удалось ликвидировать пожар спустя полтора часа после прибытия. Огонь нанес серьезные повреждения домашнему имуществу в квартире. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Погибших и пострадавших, к счастью, нет. Сотрудники управления по борьбе с торговлей людьми провели очередной рейд в местах работы проституток. Они доставили в полицейский участок 15 женщин для профилактических бесед. В течение года в Одессе поставлены на учет 99 граждан и составлены 108 протоколов за занятие проституцией. Занимаюсь, потому что у меня трое деток. Мне их надо прокормить как-то. У меня безвыходное положение. Мне никто не помогает сама по возможности. Зарабатываю таким путем деньги. Я пыталась устроиться на привоз, но за 100 гривен детей не прокормишь. Не оденешь, не обуешь и в школу не поведешь без вещей детей. За школу надо платить, за то надо платить, за все надо платить. Я полтора месяца уже работаю в интимной сфере. Почему? Потому что мне нужны деньги, чтобы прокормить свою семью. Я по профессии повар и выхожу в интимную сферу работать, потому что не могу себе найти работу по своей профессии повара. За занятие проституцией девушкам грозит административная ответственность и штраф до 250 гривен. В Украине за занятие проституцией предусмотрена административная ответственность. Штрафы от 180 до 250 гривен. Из-за того, что штрафы маленькие, девушки в основном возвращаются на улицы и продолжают заниматься тем же самым. Наш упор как управление в основном это на проведение профилактической беседы о недопущении занятия в дальнейшем проституции. Обманутые инвесторы недостроев пикетировали Одесскую облгосадминистрацию. Люди ждут своих квартир уже около 10 лет. За это время некоторые ушли из жизни, так и не дождавшись жилья. На митинг вышли инвесторы сразу нескольких недостроев Одессы и Черноморска. Среди них многодетные семьи, родственники военнослужащих и участники АТО. Я являюсь инвестором по улице Головковской 5-7. В очередной раз мы собрались на акцию протеста против недостроев, который длится уже около 10, а то и 12 лет. Я являюсь участником боевых действий. В очередной раз, приехавши на родину, я понимаю, что все как было, так и осталось на прежнем уровне. Обещания не выполняются и мы продолжаем жить на стройке. Ну, прежде всего, у нас самая большая беда в том, что нам обещали построить подстанцию электрическую и в данный момент начинается отопительный сезон, а у нас, ну, нашего дома временное подключение и нету собственного кабеля. Поэтому сейчас уже начнутся, начнут перегорать опять предохранители, начнутся сбои в посадке, ну, в электроснабжении. После митинга людей пригласили на заседание комиссии, которое состоится во вторник. В свою очередь, инвесторы пообещали, что если их проблемы не решат в ближайшее время, они перекроют киевскую трассу. Одесское побережье из года в год преподносит геологические сюрпризы. То и дело появляются все новые опасные участки, которые грозят обвалами. Ныне внимание общественности и городской власти привлекла большая трещина на склоне в районе 16-й станции Большого фонтана. Все подробности далее. Вот эта огромная трещина на склоне 16-й станции, по словам местных, образовалась около 8 лет назад. Сейчас из-за нее большая часть склона попросту нависает над пляжной зоной и угрожает обрушиться в любую минуту. Активизировавшийся недавно оползневой процесс начал медленно, но уверенно расширять и без того опасную трещину. Экоактивисты утверждают, что проблема оползней впервые громко заявила о себе в Черноморске, разрушив там целую улицу. Ныне стихия добралась до Одесского побережья. Если это происходит в Черноморске, то, естественно, этот процесс двигается дальше. Он заявил о себе сначала на Черноморке. И вот, как итог, он заявляет теперь уже о себе на 16-й станции, то есть уже, если так можно сказать, вошел в границы города Одессы. Более того, я думаю, что стоит не только обращать внимание на то, что происходит непосредственно на 16-й станции фонтана, и обратить внимание на то, что уже происходит на 10-й станции фонтана. Активисты утверждают, что под угрозой абсолютно все побережье города. 16-я станция – всего лишь локальная иллюстрация происходящих процессов. В профильном департаменте сообщили, что аварийный участок постоянно контролируется. И сейчас привлечены различные специалисты для решения проблемы. Встречина, как таковая, в том виде, в котором она сейчас существует, она существует сейчас. И наблюдение за данным участком побережья управление ведет около 8 лет. Соответственно, динамика развития, все остальное, оно, повторюсь еще раз, в каждой ситуации, каждый участок характеризуется теми или иными какими-то проблемами. В результате наших совместных действий с специалистами разных направлений, в том числе со специалистами правительной академии и других лицензионных организаций, имеющих лицензии на исследование, на исследование, на проектирование в этом направлении, будет приниматься решение о том, что и какие мероприятия, как можно проще, быстрее и надежнее можно провести в этой ситуации. По словам чиновника, рассматривается сразу несколько вариантов выхода из ситуации. Проведение контролируемого обрушения, возведение подпорной стены или террасирование. Определиться обещают к концу текущего года, а к работам приступить уже в следующем. Пока, уверяет Геннадий Мирошниченко, прямой угрозы обрушения нет. Изменения в системе внешнего независимого оценивания в 2018 году из перечня дисциплин, которые должны будут сдавать абитуриенты, исключается русский язык. Участник оценивания имеет право сдать тесты по не более чем четырем дисциплинам и по сравнению с 2017 годом русский язык в этот список не попал. Это решение Министерства образования и науки, которое в Одесском региональном Центре оценивания качества образования не комментирует. Первая особенность, в принципе, она остается еще с 2017 года, но каждый участник имеет право складывать тесты не более чем четыре учебные предметы, это было в прошлом году, но уже с 11 предметов. То есть у нас российская литература выключена из различных предметов ЗНО. Приказы Министерства, скажем, мы не комментируем и не обсуждаем. Изменения испытают на себе абитуриенты, которые будут сдавать тесты на выбор по английскому, испанскому, французскому и немецкому языкам. Внедряются уровни сложности B1 и B2, а также добавляется новая составляющая – аудирование. Ревень B1 – это завдание, ну скажем так, классический академический ревень, тобто це ревень, на якому вивчается иноземная мова в будь-якій школе Украины в ЗНО. Ревень B2 – это поглибленный ревень або профильный, на якому вивчается иноземная мова в специализованных школах, классах або лицеях, гимназиях. И вот эти ревни обовязково треба будет указывать при реестрации на ЗНО. Еще одно нововведение – в следующем году вузы будут принимать сертификаты оценивания за 16, 17 и 18 годы. Однако это правило не распространяется на оценки по иностранным языкам, где будет актуален результат только за текущий год. В Одессе появилась площадка для выгула собак. Специально обустроенное пространство открыли на нижней террасе Стамбульского парка. Вход свободный, однако главное условие – убирать за питомцами. По закону выгуливать собак вот здесь еще строго запрещено, потому что это территория Стамбульского парка. А вот здесь наоборот рекомендуется, потому что здесь начинается самая большая площадка для выгула собак. Правда, возможно, из-за погоды, а возможно, из-за того, что еще мало кто об этом знает, но пока что собачников мы здесь не застали. Как только в Одессе открыли Стамбульский парк, разгорелся скандал. Собачникам запретили выгуливать четвероногих. Теперь за оградой прямо на территории парка собаки абсолютно легально могут, так сказать, сделать все свои дела. Ну и здесь, как говорится, не все так просто. Нужно обязательно убирать за своими питомцами, о чем говорят соответствующие таблички. Даже есть специальное место, где должны храниться пакеты для уборки. Правда, самих пакетов нет. То ли ажиотаж все-таки был, то ли забыли поставить. Так что, видимо, нужно приносить пакеты с собой. Правда, то, что первые посетители здесь все-таки были, говорят, так сказать, следы. Ну а пока четвероногих не видно, площадку используют не по назначению. Место укромное. Анна Градианцева, Денис Рудь, телеканал «Репортер». Боксер Ломаченко продолжает судиться с Министерством обороны за землю в Акермане. Двукратный олимпийский чемпион так и не получил земельный участок в родном Белгороде-Денистровском, который ему выделили еще семь лет назад. Очередную победу боксер одержал в Одесском апелляционном хозяйственном суде, где признали, что горсовет выделил участок абсолютно законно. Судебные тяжбы идут уже по пятому кругу, а процесс длится семь лет. Два года назад местная мэрия обещала предоставить Ломаченко другой участок, тоже в районе крепости, но дальше от Лимана. Однако до сих пор этого не произошло. Дефицит финансов и сотрудников в сфере здравоохранения в Одесской области будут решать при помощи внедрения телемедицины. Об этом губернатор области Максим Степанов сообщил в Киеве на Совете регионального развития в присутствии президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройспана, а также руководителя областных и районных администраций. По словам Степанова, работать в медучреждениях вдали от областного центра желающих немного и телемедицина – реальная возможность оказать нуждающимся оперативную помощь. Губернатор анонсировал запуск пилотного проекта в Окнянском районе в конце ноября. «На жаль, ситуация на сегодняшний день очень картосправительная. Мы понимаем, что нет денег обеспечить полностью 100% обеспечения, обеспечить всеми лекарям. Я приведу один маленький пример. В травмі месяце в одному из районов областей мы проводили ярмарку вакансий, 100 тысяч гривен подъемных, работа, житло. Жодная людина не хотела бы працювать в таких условиях. Мы пошли по принципу створения телемедицины. Телемедицины начиная от Ланки, от ФАПа, от амбулатории и закінчивая областным центром». Улучшение палеоативной помощи в регионе. Три района области – Великомихайловский, Балтский и Лиманский – совместно с областным департаментом здравоохранения разработали соответствующие программы. Особенное внимание уделяется диагностике и возможности добраться из района в онкодиспансер, а также оказание нестационарной помощи. «Попередние годы, возможно, это было больше 10 лет, была программа, которая предоставила выделение костей на отшкодирование пациентов из территории районов до онкодиспансера. По факту, с дачей одного бюлета пациенты получили двойную сумму вероохранения. Это одна часть. И вторая часть – это то, что я хотел бы говорить про безкоштовный перший контакт пациента в онкодиспансере. Безкоштовный предпочитает, что нужно понимать, что лекарь, который принимает пациента, должен быть безопасен всем необходимым материалом, которые у него должны быть. Вважаю, что необходимым должен быть также и цитологическое исследование. Первый контакт – безкоштовный для выяснения англаза». «Была принята программа, в которой предусматривается как стационарная палитивная допомога, стационарная палитивная помощь и выездные бригады. Это постепенное развитие с 2018 до 2020 года. Это будет комплексный подход мультидисциплинарной команды, в которую будут входить не только медицинские работники. Тут будет оказываться полная социальная поддержка. В Одесском театре оперы и балеты покажут знаменитую хоровую оперу «Набука», основанную на библейских событиях произведения. Итальянского композитора Джузеппе Верди рассказывает о муках и страданиях еврейского народа во время пребывания в Вавилонском плену, а также их долгожданном возвращении на историческую родину. В Одессе опера «Набука» силами итальянской труппы была поставлена впервые в 1847 году, всего через пять лет после первого показа в легендарной «Ласкале». Дивным чином складалася так история, что «Набука» в какие-то спокойные, прекрасные часы не имела успеха. И всегда возникали моменты исторической социальной напряженности в час каких-то революций. И она была как застережением людства задуматься над тем, что такое любовь, что такое покаяние и так далее. Песня «Набука» Эта опера хоровает потому, что невероятно здесь задействован хор. От начала до конца. Он невероятно дифференцирован, этот хор. Он разбит на группы. Каждая группа имеет свои задачи сценические, музыкальные и так далее. Также, по мнению руководства оперного, именно «Набука» поможет театру привлечь молодого зрителя на свои спектакли. Нам нужно менять политику, политику репертуарную театров. Для того, чтобы в театр шел молодой зритель, чего греха таить эта проблема, и с ней надо справляться. Надо привлекать зрителя актуализацией существующих вечных тем оперного и балетного искусства. И тогда мы скажем, что мы нужны в этом обществе, что мы актуальны. Премьера оперы «Набука» итальянского композитора Джузеппе Верди в театре оперы и балета состоится 18 ноября. Одесские тайбоксеры успешно выступили на чемпионате Европы во Франции. В активе представителей нашего региона пять медалей, два золота, два серебра и бронза. Чемпионами в своих весовых категориях стали студенты Одесской юркадемии Олег Гута, а также Михаил Василиогла. Вторые места на счету Валентина Булата и Романа Вагилевича, а бронзу сумела добыть Виктория Иванец. Всего в соревнованиях приняли участие 350 человек из 24 стран. Украина на турнире была представлена командой в составе 10 человек, из которых семеро одесситы. Общий результат выступления нашей сборной – три золота, три серебра и три бронза. Ну и на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с репортером. Удачи вам и берегите себя.